Представители казачества внесли немалый вклад в основание развития Карачаево-Черкесии. Сегодня в республике возрождаются традиции, действуют казачьи классы. Недавно в Кардоникской был установлен мемориал основателям станицы. Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы расскажем о том, что предшествовало возведению этого памятника. Подробнее Шерифат Лепшокова. Карачаево-Черкесия имеет давние казачьи традиции и неспроста. Ведь наша столица еще меньше ста лет назад была станицей Баталпашинской. Сегодня так называется республиканский отдел Кубанского войскового казачьего общества. Его члены занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков. Учат школьников тому, что, как и прежде, честь и доброе имя для казака дороже жизни. В станице Кардоникской хорошо помнят о своих корнях. И возведение памятника в 2018 году тому свидетельство. На казачьем правлении решили атаман, наши старики, правление, решили построить памятник основателям станицы Кардоникской. И вот мы собрались, решили. Долго мы искали эскиз, какой будет красивый памятник. Ну, много искали. Нашли вот такую фотографию. У нас там были у стариков фотографии, нашли вот такую фотографию. Значит, с одной стороны казак с лошадью, на второй стороне там, значит, божья мать и, значит, казачка с казачатами. Станичники отдали дань уважения женщине-казачке. Она была хранительницей семейного очага, воспитывала детей, следила за хозяйством, работала в поле, пока муж воевал. Заместитель атамана Зеленчукского районного казачьего общества Евгений Коломойцев рассказал, что кубанское войско было единственным, где женщинам разрешалось присутствовать на кругу, в высшем законодательном казачьем органе. Казачки имели право совещательного голоса. Но в первую очередь женщины были верны традициям. В Зеленчукском музее бережно хранят предметы быта и утвари, которыми пользовались казачки. При всей тяжести их труда они находили минуту для радости. Музыка была их неотъемлемой частью. В музее можно увидеть и мужской казачий пояс с нашивкой, газыри, нательный старообрядческий крест. Возможно, что эти вещи принадлежали первым казакам, прибывшим в 1855 году на место будущей станицы. Их было 17 человек. Они выкопали два рва шириной 5 метров и глубиной 3 и начали охранять кордон. Так появилось название Кордоникская. В середине XIX века на месте Кордоникской была казачья застава. Первые поселенцы стали основателями станицы. Установленный им памятник – это не только дань уважения предкам, но и символ возрождения казачества в регионе. Вслед за первыми казаками потянулись другие. Им разрешили поселиться за рвами и начать строиться. Дали земельные наделы. Новопоселенцы входили в военно-оборонительную линию. Позже боролись вместе с горцами против Османской империи. Казаки учили своих детей с уважением и терпимостью относиться к традициям и вере коренных жителей. Было развито куначество. И сегодня в Кордоникской казаки и корочаевцы живут вместе. Потомственный казак Иван Боссов вспоминает, его предки были из-под Полтавы, а своих дедов он и не видел никогда. В 1919 году в разгар гражданской войны началось расказачивание, и они были репрессированы. Были позабыты заслуги казаков в Первой мировой войне, а они были немалые. Чуждые трусости, верные родине воины всегда были на первой линии. Полных кавалеров, георгиевских кавалеров, награжденных четырьмя крестами, 160 человек по кубанскому войску. Из них и есть житель станицы Кордоникской, Быковский Андрей Кондратьевич. Кроме того, есть около десяти человек и награжденные крестами четвертой, третьей и второй степени. Если брать историю Великой Отечественной войны, то гордостью кордоничан является Анна Владимировна Никулина. Вот доска, всю ее честь, она водрузила знамя победы над рейс-канцелярией. За этот подвиг ее наградили орденом Красного Знамени. Знаменитый враг Анкола Гбутов, участник Великой Отечественной войны, тоже был из станицы Кордоникской. В республике им установлены памятные доски. При школах созданы классы казачьей направленности. Только в Кордоникской их целых четыре. Ребятам рассказывают об истории казачества. На занятиях им стараются прививать любовь к родной земле. Мы стараемся, чтобы порядок в станице был. Дежурим, ходим, казаки. Праздник, как и любые, церковные, даже такие светские, советские. Все мы помогаем администрации нашей, чтобы порядок был в станице. И молодежь у нас, сейчас молодежь к нам тоже начинает, привлекается тоже. В своей истории казаки бывали по разной стороны баррикад. Но всегда их объединяла любовь к родине. Преданные корням, они сегодня по-прежнему в строю. Шереват Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.